Доброе утро, мои дорогие! Мы сегодня готовим завтрак из продукта 21 века. У нас сегодня в гостях шеф-повар кафе «Соечка» из Краснодара, Лена. Леночка, что мы сегодня с вами будем вместе готовить? Сегодня мы будем готовить сырники с сыром тофу. Сыр тофу? Сыр тофу. А это размельченный сырник? А это значит мы его вилочкой осторожненько, он мягкий, размельчаем. А что добавляем сюда? А добавляем мы сюда сахар. Так. Сахар, вот. Я буду... Да-да-да-да-да-да-да. Хватит? Еще, 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 чтобы они сладкие. Все-все-все-все-все-все. Это очень сладкие. Это будет сладкий. Это очень сладкие сырники. Да. Так, мы добавили, размельчили. И теперь мы сюда добавляем муку встоевую. Стоевую. Только соевую? Не смешиваем? Только. Даже мы не добавляем сюда яйцо. Мы добавляем муку соевую. А-а-а. Значит, вот смотрите, у нас экономия. Мы можем обойтись без яйца. Да. Внимание, милые хозяйки. Лен, скажи, пожалуйста, а вот сыр тофу, мне всегда это интересовало, из чего вообще он сделан? Сыр тофу сделан из соевого молока, а соевое молоко делают из бобов соевых. Ну, просто вот... Створаживают молоко. А-а-а. Хороший слово. Створаживают. Да. Значит, соевое молоко можно хозяйке тоже сделать себе сыр тофу, Донал. Как это интересует? Немножко добавить в домашних условиях уксус. Если вы захотите в домашних условиях сделать сами сыр тофу, вы можете совершенно спокойно взять соевое молоко и 6% уксус, добавить в молоко уксус и потом через марлю сделать обычную вот такую творожную массу, да? И потом уже по своему усмотрению придать форму. А уже из этой творожной массы мы делаем творожники. Сырники, творожники, не все равно. И вот теперь мы формуем их. Придаем такую форму. Ну, придаем форму. Приклею форму. Мы на соевом масле, разогретом, да, как мы обычно, жарим сырники или творожники, кто как их называет. Сколько мы времени должны на это потратить? Обжариваем, да, золотистые корочки. То есть обжариваем, да? Да. А теперь новость. А, кстати, на Кубани уже появилось второе поколение соевой коровы. Союшка-2. Эта удивительная машина за одни сутки может произвести тысячи литров высокопитательного молока. Ну, приблизительно столько нам могут дать 100 буренок. Пожалуйста, у нас готово уже блюдо. Медохозяйки, у нас готовые творожники из сыра тофу. Но я так понимаю, что это что это? Это какао. Это какао на соевом молоке. Какао на соевом молоке. Я думаю, что замечательный диетический и очень питательный завтрак. Милые хозяюшки, возьмите это на вооружение. Я думаю, что всем вам это должно понравиться. Спасибо большое. А чашечка ароматного цейлонского чая Дима на завтрак обеспечит вам заряд бодрости и энергии на целый день.